Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают знакома тема нашей сегодняшней игры астрономия так небольшой экскурс подсказка вы знаете вот астрономия стали заниматься еще давно где-то 250 тысяч лет назад первыми это были жители вавилона вот они первые стали считать звезды определять звезды и давать звездам название животных потом древнегреческие уже ученые мыслители они стали те же самые звезды многие из них стали называть именами мифологических героев так появились персы и и и прочее прочее потом древние римляне как бы эстафету переняли от греческой цивилизации уже появились совсем другие названия звезд так появилась звезда геркулес там созвездие лира это я вам к чему это все говорю рассказываю вот такой маленький экскурс чтобы вы знали что сегодня именно вот по этим названием и загаданы наши ребус наверняка в многих из этих названий вы не знаете вот примеру я сейчас задам один такой маленький вопрос вы знаете что такое ясли знаете что такое ясли если не ошибаюсь это есть такая звезда вы знаете это действительно детский сад но это детский сад звездный это скопление мелких звезд вот такое скопление мелких звезд называются ясли и вот подобного типа вопросы сегодня и будут тему мы знаем теперь нам осталось только представить наши команды эти команды уже играли и в предыдущих играх уже выиграли и вышли в одну восьмую финала так что они с ребусами знакомы знакомы с нашей игрой и с правилами и и представляю команду класс с одним с они так себя называют потому что это аббревиатура такая насколько я помню кирилл лена и алексеев сева почему алексеев сева взял себе и фамилию и имя потому что он капитан команды ну что ж представляю их команда класс с одним с кирилл колесников 14 лет и как я уже сказал сева алексеев 13 лет он капитан команды представляю команду десна все они отдыхали вместе на одной реке в разное время насколько я помню мне алёша про это рассказывал и поэтому так назвали свою команду полина маркелова 11 лет аня филатович 10 лет и капитан команды алёша воробьёв 10 лет начинаем нашу игру помните тема астрономия сева нажимай на кнопочку игра сектор игра и сразу 30 грошей 30 грошей внимание на экран кармин филатович 10 лет грошей эту воробьёв 10 лет на письменник и звезды из созвездия лира я смотрю у команды класс пока я говорил задавал свой вопрос уже зажглась лампочка как называется эта звезда вега вега правильный ответ сева когда-нибудь слышали название такое вега ну да слышали но я не был уверен что звезда а ты думал это пачка сигарет есть такие действительно есть такие сигареты вега но ты не думал что это звезда понятно по сигаретам вы лучше разбираетесь правда рановато ну ладно как разгадал этот ребус в первом ребусе в е находится г получается вега во втором ребусе игла 3 1 буквы отнимаем получается а вега исчерпывающий ответ и 30 грошей у команды класс так скажем первый ход как в шахматной игре сделан е2 е4 уже сходили посмотрим чем вы ответите команда десна продолжаем игру пожалуйста сева нажимайте на кнопочку игра и снова сектор игра 90 грошей 90 грошей призовой сектор вы понимаете что это если это призовой сектор это сложный ребус значит должна быть подсказка спешите но не торопитесь помните пословицу кто спешит тот людей насмешит внимание на экран пожалуйста подсказка это малая планета диаметром не более одного километра она была открыта в 1932 году немецким астрономом рейнмутом ее название соответствует названию бабочки семейства парусниковых если бы этой планеты были спутники то их было бы 7 и они были бы музами искусства понятно подсказал все что можно подсказать во время подсказки у команды десна зажигается лампочка уже готовы они к ответу вы знаете как называется это малая планета алёша да аполлон аполлон абсолютно правильно ну я понял еще до подсказки о музах вы уже зажгли лампочку да вы знали что есть такая малая планета слыхали когда-нибудь ну бывало так проскочит но ничего они не знали знали что просто существует и все что существует или по ребусу догадались ну мы немного знали понаслышке но ребус нам помог помог вам ребус ну что же разгадываем ребус на первом ребусе мы видим а по л получается а пол а во втором ребусе название шахматной фигуры слон отнимаем первую букву получается лон а вместе а полон ну исчерпывающий ответ призы от фирмы либерти и 90 грошей в копилку команде десна спасибо это замечательные игрушки енот кантри мишка кантри и енот кантри покажите всем алёша вы так прекрасно ответили что даже ваши друзья соперники вам аплодирует и так 30 грошей у команды класс 90 грошей у команды десна и ход перешел команде десна нажимайте на кнопочку игра сектор гость сектор гость и снова призовой сектор и снова фирма либерти приготовила для вас призы внимание на экран зажглась лампочка у команды класс сива фирма либерти оценила этот ребус 70 грошей но я предупреждаю если хоть один ребус не будет отгадан то значит соответственное количество грошей у вас отнимается вопрос задавать задавайте в этом ребусе зашифровано название одного из спутников планеты нептун отвечает колесников кирилл отвечает колесников кирилл пожалуйста кирилл что же здесь зашифровано я считаю что спутником нептуна является планета тритон как она планетой может являться если это спутник на это тоже планета малая планета ну понятно итак как называется спутник не тритон тритон абсолютно правильно абсолютно правильно а знаете такое какое-нибудь земноводное с таким названием да есть земноводное тоже есть земноводное вот им по имени этого земноводного и назвали этот спутник так тритон а не от того что он тритонный весь нет скорее его назвали потому что по греческой по римской мифологии тритон являлся сыном нептуна так как большая планета названа нептун то скорее всего именно от этого и было на был назван спутник тритона гениально я этого не знал ну спасибо тебе за информацию теперь слушаем как разгадывается этот ребус итак на первом ребусе мы видим три буквы т получается три т трит и на втором ребусе птица ворон отнимаем первые три буквы остается он получается стритон а почему ты решил что это ворон а может это ворона скорее ворона как правило серо-черная а это птица целиком черная и поэтому я решил что это ворон абсолютно правильно даже зоологии разбираются ну что ж молодец молодец кирилл исчерпывающий ответ призы от фирмы liberty персонажи мультфильма семейства флинстон ну что ж мне нравится как сегодня играет наши команды эрудиты но кирилл уже давно эрудит я знаю алёша легко разгадывает ребусы борьба у вас идет упорная 100 грошей у вас и 90 грошей у команды десна команда десна берет тайм аут у нас в гостях саша аршинов а 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 Девчонка, слезы не унять, Ах, как трудно горе девочки понять. А из глаз прекрасных, нежно-голубых, Подались лизинки, капельки воды. Кап-кап-кап, сошел на платье, Кап-кап-кап, не надо плакать. Разве есть на свете горе такое? Ну, из-за чего так плакать стоит? Разве есть на свете горе такое? Ну, из-за чего так плакать стоит? Вместе рисовали солнце на песке, А потом исчез он неизвестно где. И она не знает ничего о нем, Где он пропадает этим майским днем. Кап-кап-кап, сошел на платье, Кап-кап-кап, не надо плакать. Разве есть на свете горе такое? Ну, из-за чего так плакать стоит? Разве есть на свете горе такое? Ну, из-за чего так плакать стоит? Разве есть на свете горе такое? Ну, из-за чего так плакать стоит? Что перепели его в новый детский сад. Кап-кап-кап, со щек на платье. Кап-кап-кап, не надо плакать. Разве есть на свете горе такое? Ну, из-за чего так богат стоит? Разве есть на свете горе такое? Ну, из-за чего так богат стоит? Ну, из-за чего так богат стоит? Разве есть на свете горе такое? Ну, из-за чего так богат стоит? Ура! Ну что ж, продолжаем игру. Команда класс, нажимайте на кнопочку. Сектор игра. Смотрим на другое табло. Сто грошей. И снова призовой сектор. Что-то вам сегодня везет. И снова призовой сектор. И снова сложный вопрос. И снова будет подсказка. Поэтому не торопитесь, но поспешайте. Внимание на экран. Это название созвездия северного полушария. Оно соответствует ласковому названию хищного животного и семейства собачьих. И названию съедобного гриба. Команды класс опять зажигается лампочка. Хорошо, Сева. Что же все-таки здесь загадано? Здесь загадано слово лисичка. Лисичка. Да. Сестричка. Действительно, есть такое созвездие, которое называется лисичка. Браво, Сева. Разгадывай. В первом репусе зашифровано поле. Отнимаем две первых и одну последнюю букву. Получается Л. Во втором репусе зашифровано с И падает И. Получается И с И. Листья. Третий репус. Че идет К. Че Ка. Вместе лисичка. Нет слов, Сева. Ну просто нет слов. Призы от фирмы Либертиев. И еще сто грошей. Копилку команды класс. Класс. Двести грошей у команды класс. Девяносто грошей у команды Десна. Алеша, вопрос. Вы тоже догадались? Да. Но чуть позже, да? Да, мы сначала не поняли первого репуса. А когда уже поняли, то было уже поздно. Команда класс просит тайм-аут. У нас в гостях Ольга Ходочинская. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лунный свет в ладони моей струится Скоро нас опять разорит рассвет Хочется мне счастья своим делиться Ведь меня счастливее нет Не желаю я ничего другого Ночь луна и звезды и рядом ты О любви своей расскажи мне снова Ты пришел по мне из мечты Если хочешь, стану я звездой Буду всюду тебе светить Если хочешь, стану я зарей Буду утро тебе дарить Если хочешь, стану я звездой Буду всюду тебе светить Если хочешь, стану я зарей Буду утро тебе дарить Ты мне подарил все мои желания И твои желания исполню я Кажется, всю жизнь мы друг друга знаем Я с тобой, я здесь, я твоя Мы с тобой вдвоем не страшны, Настя Никогда друг другу не лет со лжом Нам любовь дана, как счастливый праздник Так давай ее сбережем Если хочешь, стану я звездой Буду всюду тебе светить Если хочешь, стану я зарёй, Буду утро тебе дарить. Если хочешь, стану я звездой, Буду всюду тебе светить. Если хочешь, стану я зарёй, Буду утро тебе дарить. Если хочешь, буду всюду тебе светить. Если хочешь, буду утро тебе дарить. Если хочешь, стану я звездой, Буду всюду тебе светить. Если хочешь, стану я зарёй, Буду утро тебе дарить. Буду утро тебе дарить. Буду утро тебе дарить. К сожалению, наше время в эфире истекает, и поэтому сейчас мы разыгрываем наш последний ребус. Напоминаю, что у команды класс 200 грошей, у команды Десна 90 грошей. И, к сожалению, Алёша, Полина и Аня, даже если выпадет у вам 100-грошовый сектор, вы всё равно не сможете победить в этой игре. Так что победитель наш сегодня определился заранее. Но игра есть игра, и вдруг выпадет призовой сектор. Ну, а сейчас мы продолжаем игру. Сева, пожалуйста, нажимай на кнопочку «Игра». Сектор игра. 60 грошей. 60 грошей. И хотя это не призовой сектор, я его объявляю призовым. Кто отгадает этот вопрос, тот получит призы от издательства «Махаон». Внимание на экран. Команда Десна проснулась, наконец-то проснулась. Кнопочка уже нажата, лампочка горит. Двумя руками Полина жмёт, чтобы она... Не сломай кнопочку, Полина. Ну что, вопрос задавать? Да, давайте. Задаю вопрос. Мы все знаем американские корабли многоразового использования. Да, «Челленджер» — один из этих кораблей. Ну, есть такой же космический корабль и у нас. Он появился совсем недавно, но несколько лет назад. Вот название именно этого корабля и зашифровано в нашем ребусе. Итак, я сразу понимаю, Лёша, кто отвечает, раз Полина двумя руками жмёт на кнопочку. Полина, твой ответ. Лёша. Вообще-то отвечаю я. Лёша, ты отвечаешь. Это она за тебя нажимала на кнопочку. Да, Лёша, я слушаю. Буран. Буран, абсолютно правильно! Разгадывай ребус, Лёша. На первом ребусе мы видим «БУР», получается «Бур». А на втором ребусе название животного «Кабан». Отнимаем первые три буквы, получается «Ан», а вместе «Буран». Ну, правильный ответ. И призы от издательства «Махаон». Спасибо. Комиксы «Мишка». Алёша, мне это послышалось, то, что ты сказал «Обчитаемся». Или ты именно так и сказал? Да. Обчитаетесь, да? Да. Так много комиксов у вас? Да. Ну, читать не вредно. Вот и завершается наша игра. Победители у нас известны. Команда «Класс с одним С». От издательства «Махаон» вы получили призы уже, Алёша. А теперь утешительные призы от фирмы «Либерти». Ну, и, конечно же, победителем сегодняшней игры, команде «Класс». Призы от фирмы «Либерти» Микки Маус. Команда «Класс» у нас выходит в четверть финал. Там её ждут очень серьёзные соперники. И не огорчайтесь, Алёша. Вы можете сыграть ещё и в матч-реванш. Так как у нас, если хоть одну игру команда выигрывает, у неё есть шанс сыграть ещё в матч-реванш. Может быть, удача улыбнётся и вам. Ну, а я с вами прощаюсь. Ждём мы вас снова у телеэкранов. Потому что наша игра – это не просто игра в ребусы. Это ещё много-много интересной информации. До свидания, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова